доброго времени суток дорогие друзья хочу вам рассказать о свежей игрушки называется на бро ялте вышла она в россии не так давно во второй половине апреля хотя мне на глаза игрушка попалась еще в ноябре двадцатого года однако не было честно говоря лень заморачиваться с ввпинами со всем остальным как сейчас в текущий момент обстоят дела с диабло я не хочу заморачиваться с этим не хочу танцы с бубном осуществлять проще выйдет туда поиграем что можно сказать по этому проекту этот проект можно сказать клон хастл кастл но клон не абы какой а 3d шный 3d шный еще называют его хастл кастл 2.0 если вы играли в хастл кастл то вы уже понимаете чем он отличается вид на замок сверху комнаты очень похожи первое что бросается в глаза это комнату университет обучение производится сразу трем профессиям а это повар производитель маны бабла и леса максимально уровне вы видели весь контент в эту игрушку еще не подвезли это очень явно прослеживается в кузнице потому что мы не можем делать оранжевые вещи пока я делаю такие вот синие скажем так перерабатывать зеленый осени кристалла и очень интересная анимация идет если не получается свидание в жилой комнате хастл кастл насколько я помню неудач не бывало прошло определенное время и все ребенок а здесь бывает по три срыва у человека немножко с газами проблема хотя вот у нас ребеночек бегает люсинда люсинда у нас бегает так ну давайте по этапам на текущий момент вам не имеет смысла иметь персонажей больше трех звезд потому что ограничен вы сами видели уровень университета это 22 а это по сути три звезды и бойцы максимальный уровень сейчас 25 тоже три звезды 3 звезд вполне достаточно чтобы сейчас играть абсолютно полноценно с максимальным профитом так ну что пойдем потихонечку дальше у меня замок полностью построен комнат все комнаты улучшены до максимального уровня я слегка задонатил но честно говоря это не имеет смысла я купил премиум купил такую свинюшку вместо гоблина я взял на 15 дней но сейчас очень сильно жалею он помогает ускорить процесс в университете и по воинам жилую комнату он сердечко не сбрасывает это можете сделать только в остальном забирать а ну и кузнецу тоже так что у нас по карте вот так в 3d тоже интересно реализована так скажем путь прохождения у меня все этапы пройдены был последний вот такой вот босс он мне тоже убит по сути сейчас игру я прошел явно видно что нас ждет еще какое-то количество этапов плюс можно как-то на достраивать их ну будем ждать а стал касту тоже вот так вот за облаком потом появлялись земли проект еще раз напомню что находится в самом-самом зачатки вот такая вот есть у нас арена рыцарский турнир называется за еду вы выиграете билетики особого смысла первые места занимать но нету разница мизерная по сути главное получить билет и какое-то время вы занимаете что меняете еду на билеты по сути по билетам вы получаете такие сундучки они по сути тоже бесполезны на самом деле если бы сюда добавили какую-нибудь хотя бы шанс идти либо синий либо фиолетовый предмет хотя бы здесь могли бы сделать за первое место фиолетовый это был бы смысл но насколько я понимаю сейчас на арене в основном боты живых игроков либо вообще нет эта механика не реализована либо их очень мало потому что проект еще раз повторюсь очень свежий вот можно в лидерах посмотреть я нахожусь на 51 месте причем я два раза немножко позадрачивал что получить такие сундуки на прошлой неделе на этой что касается арена арена тоже своеобразная давайте запустим время ожидания всегда одинаковое на текущий момент вставляет 110 секунд насколько я понимаю мы играем с ботами возможно как-то копируется отряды реальных игроков но расставляются все-таки по заранее заодно и схемы у нас три раунда противника вы не выбираете противник вам дается автоматически главное успеть нажать кнопку в атаку если вы не нажмете кнопку в атаку вы не получите очков расстановка по расстановке я советую просто группировать особенно если вы маленького уровня стараться минимально агрить вот этих мобов мобы добавляют рандома порядка пяти карт различных есть различные мобами какие-то призыватели есть есть маги есть вот такие вот големы но есть большой волю самое главное стараться не агрить нпс потому что они достаточно сильные на начальных этапах и стараться убивать противник причем основная задача как раз убить противника не обязательно чтобы при этом умерли все нпс сейчас дождемся пока закончится раунд самое интересное вот я сколько не наблюдал у меня в стабильно идет больше 95 на очков и остальные получают в районе 70 не больше 80 на это прямо то есть был бой поэтому я делаю заключение что все-таки это боты если не нажмете вот эту вот атаку то потерять очки но самое интересное так как три атаки вы персонажи не выбираете всем одинаково отдается нету такого как в хасталу касталу если ты нападаешь на чувака с большими очками тебе дают больше очков извините за тавтологию этого здесь нет три боя добавляется рандом писишками и по сути все эти гадости достаточно противные они присутствуют на этапах прохождения иногда бывает прям с ними сложновато особенно если мало ддшных предметов проходил с хилом было очень неприятно но вот опять 88 на 70 75 в этом диапазоне причем иногда призовые места места даже можно занять выиграв всего одну снара сражения вот эти достаточно ребята жесткие шапочка старайтесь их избегать мне по большому счету на текущем уровне пофиг но на начальных этапах они просто могут убить всю вашу команду гриады призывают из вот этих минут этих ребят поэтому их лучше всего убивать в первую очередь нет смысла опять же сидеть на низких уровнях пытаться фармить арену потому что бывает такое что здесь закидывают у меня когда было четыре воина меня кидала и к пяти отряды были против меня ну в общем по мощности тоже как-то странно ребята я так смотрю некоторые убирают ставят специально в атаку более слабых даже не воинов прям так обслуживающий персонал кстати забавный баг в хастлипом тоже были с волосами баги нет разы поправьте ничего себе пятерки уже ничего себе там товарищ заморочился как-то так это все и проходит с прохождением пути вам потихонечку дают все более высокий шмот и по сути никаких трудностей и сложностей в прохождении но абсолютно нет поэтому никакого доната еще раз повторюсь что если хотите побыстрее пройти можно нет смысла честно говоря что сейчас я прошел кроме как арены мне в этой игре делать нечего очень сильно жду обновочки улучшений добавление контента в турнире также за лидерство еще нет наград опять же к сожалению и вот эти люди которые тут пытаются пролезть на первое место мне не сильно вижу смысла там так покажу вам еще рейтинг по лидерам это мир и регион и в мире в топ это вот по кубкам получается так называемые регулирую 102 место а по мощности мощности и 17 очень интересно в мире то есть сами понимаете какое огромное количество где играет либо это говорит о свежести проект опять же в регионе у меня место должны повыше правильно седьмое такие вот дела только шесть человек выше меня по мощи отрядов в регионе приятненько но это опять же повторю стоило денег покажу вам боевку она как раз таки самое интересное в этом проекте с моей точки зрения если бы что-то подобное было хастал кастал и убрали из него это безумный донат я думаю что из хастал кастал я бы не уходил боевка выглядит вот таким образом 3d шная вы расставляете персонажи вот это вот оранжевая такая подсвеченная область показывает направление удара молотка у меня молот который раз некоторое время выпускает шоковую волну вот шоковую волну распространяется где-то так всех кого она задевает фиолетовый такой символ над их головой светится то же самое и в мою сторону так мы ставим лучников лучников будем парализовать вот этих молоточков чтобы они не пустили у нас шоковую волну я играю как вы видите в два лучника для молотка мага и сина у всех кроме молотка у меня замораживающее оружие то есть стрела с заморозкой я более подробно покажу когда будем разбирать шмотки отряда ну запустим кстати хочу добавить по заклинаниям заклинания здесь вот действует только в этом заморадился обозначенном белой линии в этом кружке появляются скелетики то же самое по хилл и по заморозке то есть она замораживает не всех противников а только в этом белом круге что не делает и это заклинание им балансным как например подобное заклинание в хостел касту так пустим скелетика чтоб отвлеклись чуть-чуть пожил наш маг мага подхилим но видите достаточно сложно нам справляться очень удивительно обычно не глядя выигрываемся битвы тут прям пришлось попотеть но в принципе маг не то начал бить походу проиграем ну контент походу проиграем но тем интереснее поражение ну ничего страшного абсолютно кроме потери еды каких-то там кубков сейчас это не так важно значит стоит сменить противника 25 еды если я не ошибаюсь на нижних уровнях тут он 20 что ли еды а вот так купол 250 стоит если не ошибаюсь либо 200 самый значимый ресурс на начальном этапе это еда вот ее я рекомендую даже покупать за изумрудики которые у вас будут принципе в достаточном количестве падать за выполнение заданий нет задания пройдено к сожалению показать не могу вот у вас их будет достаточно много с хорошими бонусами которые будут помогать грамотно развиваться не торопитесь получаете удовольствие от игрушки я считаю что я сделал ошибку задонатив и убежав очень быстро вперед потому что на текущий момент мне по сути тут делать нечего по сути все никакие другие ресурсы кроме маны и еды мне не нужны но честно говоря уже настолько устал от арена что особо делать тут и нечего кроме как брать сундучки и фармить вот на этот молоточек ну и в общем одевать в фиолетовые шмотки своих бойцов но опять же придет контент я думаю будет увеличение уровня и эти шмотки будут не так актуальны если вы оденете своих бойцов в фиол я думаю до 35 уровня они смогут достойно сопротивляться так на что попробуем сделать ребенка не получилось опять испорчен воздухом ну что ж зато мне в реале получается ну ладно так что еще хочу вам рассказать по вещам давайте пойдемте по вещам значит оружие актуально на заморозку считается пвп и есть баг на текущий момент на арене все вещи ареновские с магазина падают по крайне у меня я знаю как у других игроков выпадают с максимальными показателями то есть я покупал два улка у таких крепкие руки и они у меня выпали с максимальными цифрами что по криту что по нанесенному урону стрелой что по урону в секунду был приятно удивлен у меня таких улка два еще раз повторюсь вот он второй видите с одинаковыми абсолютно показателями так мы пройдемте по одежде есть такая бронька ночной резчик лучника нужен урон в секунду возможно крит либо уклонение шмотки подбираются под противника но в основном кольца я все-таки бывает меня именно на танке либо физическая броня либо бывает на магическую ставлю если много против большого количества магов и потому что иногда люди выставляют дамажащих магов я сталкивался с одним человеком который поставил четыре огнедышащих мага которые давали прям прикурить поставил колечко и спокойненько их прошел что было достаточно удивительно но можно сказать что у меня кольцо отличное бронку я здесь хотя бы все-таки наверно на взрыв фиолетовый молоток вот который я показывал из арены со шляпами конечно беда так вот эти клинки были куплены за 3000 тоже в магазине они глушают это по сути заморозка то есть син телепортируется получается такой вокруг него небольшой взрыв замораживает близлежащих противников в небольшом радиусе и на уклонение чтоб он чуть-чуть пожил маг вообще печальный тоже посох я покупал за 3000 вот такую вот на заморозку будем ждать фиольного посоха и фармить у меня есть вот такой вот играл два мага на 24 уровень но этот выпал то ли из сундука то ли наградой за пройденный этап не помню уже с магом вообще беда у меня практически не одет маку броню советую со скелетами кто играл хостел касту понимает о чем я говорю вот такую броню на воина и шляпу принес я вот кроме дробовика потому что дробовик очень специфичная и полезно либо против синов либо против танков скорее всего либо на дамажащих чуваков которые подходят лучники съедают это этих мушкетеров только так так что еще по оружию у лучников есть заморозка есть яд и есть огненная стрела очень неприятно пока немножко вот так хотя бы даже идет то вы не можете выбрать предмет нужно ждать полной остановки списка и вот огненная стрела тоже оглушающая значит у магов у магов заморозка атакующий посох есть плюется огнем вниз внизу где-то зато хилищий посох лечит но не сильно он где-то в районе 7000 максимум на максимальной прокачки по 8 как по мне лучше быстрее убить противника заморозить подконтролить нежели пытаться отхиливать тем более если у вас есть достаточно заклинаний и вот как я уже говорил фаерболл так называемый на максимальной прокачке прям 4 мага делают грязь если увижу посох фиолетов обязательно попробую вам показать так лучников я уже показал и по сути воин воин молоточки молоточки есть ядовитая опять же волна и заморозка вот я встречал три войны волны есть вот такие мечи в чем суть если у вас давайте фиолетов поставим по красоте если у вас будет меч у вас действует аура вот в этом радиусе сейчас много видео бойцов которые используют ауру повышения урона в секунду то есть представьте это сразу получается пятерым бойцам он же себе повышает если у вас 4 к примеру дальника много лучников можно в трилл как примеру играть представьте каждому из них там повышает по 800 урона в секунду это прям прилично считаете колечко лишнее причем этот баф действует абсолютно с первых секунд я вот не уверен кастуется как он касту дать проверим давайте на ком нибудь проверим как кастуется то что честно говоря и лично я через меч не игра конечно не урон но тем не менее пойдем без закляния а ну в принципе он сразу накастовал и сразу действует то есть если его попытаться законтрить то надо ставить напротив него лучника то есть если видите с мечом но опять же достаточно часто кастует но проиграем но проиграем но ничего страшно это сделал только чтобы вам показать есть у нас секиры топоры у них принцип действия воин бежит по прямой и наносит урон и наносит урон столкнувшись с противником вот видите прослеживается как он будет у нас бежать куда так чтобы не забыть поставим молот пусть молоточек у меня абсолютно полностью прокачана защита все максимально уровне на меня напал человек я вот не совсем понимаю это я на нападал оборона давайте посмотрим на нельзя на повторы недоступны на меня нападали возможно в ответ доступен вот этот просмотр давайте тут буквально мне сегодня вылетел посмотрим как мы защищать к сожалению никак замедлить нельзя и статистики к сожалению тоже нету видите мои бойцы учатся как бы красные очень забавно сина умерли заметили у него в меч клинок его отлетел и попал в затылок я это первый раз увидел прям сменялся в голову сейчас повторим на повторе посмотрите внимательно очень забавная анимация по таким мелочам игрушка очень забавно хотя видел уже много-много раз по таким мелочам в принципе я могу судить об игрушке что есть какой-то юмор давайте посмотрим что у нас тут выросло выросло это не то вот это 4 звезды смотрите приятно приятно растут это кстати либо первый либо второй 4 звездочный 5 звездочный жители меня к сожалению нет статистики а вот подождите нет нет мы не можем посмотреть либо стоп все таки нет там возможности посмотреть всех жителей может быть показаны какие-то задания которые будут улучшаться в следующем патче ауле если весь контент готов и они просто его будут добавлять но нет это то что у меня есть на текущий момент так ну в принципе вот такая вот вот такая вот игрушка мне она очень зашла на текущий момент 18 является максимальным уровнем единственное кстати для чего может быть премиум нужен это вот такие вот бесплатные сундучки если вы будете заходить раз в восемь часов вы получаете награду без премиума необычный максимум зель какая-то идет с премиума может выпадать даже эпический поэтому возможно кому-то будет интересно не эпический по моему с этого сундука не падал еще я лично очень жду клана на текущий момент кланов к сожалению нету не реализованы знаете хочется все-таки видеть какие-то положительные стороны хостел кастел какой-то индивидуальности но не хочется видеть бешеного зверского доната надеюсь пути орла феникса кого-то мангела дьявола демона кого там пути пути у них там есть были не будут такого такой годастей сюда не завезут либо это будет переработано в 3d я надеюсь что таких путей у нас тут не будет мы пойдем мы с этой игрушкой пойдем своим путем так давайте посмотрим третья попытка еще раз опять испортил воздух что ты будешь делать что-то товарища с газами чтобы обучать принципе вот так вот переносите раз и вас выбор что вы хотите ей доверить давайте 4 звездочную так стоп а у нас это мадамы 3 так ты 3 звездочная давай-ка шуруй будешь поваром нас а ты пинцесс дело семейная так я этого не говорил вы это мне мешаете друг другу вот разобрались по местам ну что ж все что хотел я сказал если у кого-то остались какие-то вопросы пожалуйста пишите комментарии буду своевременно отвечать постараюсь ответить на каждый игрушка мне очень зашла я получил большое удовольствие хотелось бы конечно видеть адекватную аренку и ранжированные награды я думаю как только допилят награды за лидеров арены возможно починят и награды за сундучки потому что у меня таких сундучков я открывал 50 штучек кстати открыть этих сундуков тоже будет на канале выложу сразу же с обзором на игрушку поэтому смотрите подписывайтесь ставьте лайк колокольчик чтобы не пропустить вот все ютуберы вот это выпрашивают да ну я начинающий мне можно наверно еще раз всем спасибо за внимание удачи